драма в пяти действиях с прологом и эпилогом о чем пели соловьи действующие лица помещик шепчерыгин 60 лет взгляды отсталые лицо значительное его сестра конкордия ивановна 65 лет со следами былой красоты манеры аристократические пьет водку его дочь анна сергеевна 35 лет чистая девушка и это заставляет ее глубоко страдать валентин студент 40 лет благороден безвозмездно помогает своему больному отцу зигзагов sky помещик богат развратен продукт своего времени порту карской телеграфист 65 лет незаконно рожденный судья кучкин мошенник но в общем человек порядочный купец водянкин хромает на левую ногу на сцене не появляется княгиня пронская 75 лет нечиста на руку лакей сильвестр горничная фиклуша старые слуги состоят в интимных отношениях фигарин полковник в отставке его укусила местная собака на сцене не появляется барон фон шпуцель старый холостяк имеет взрослую дочь его дочь калерия 50 лет со следами былой красоты на ней узкий шелковый лиф поселяне и поселянки действие первое роскошная гостиная в доме шепчарыгина старинная дорогая на право и налево двери на стене портреты предков в хрустальных вазах увядают осенние цветы лакей и горничная убирают роскошную гостиную лакей уж очень барин гневается на барышню барышня вчера даже к обеду не спустились из своего кабинета уж очень они обижаются на барышню ведь барышня истратила все свое приданное на постройку школы и больницы в селе лакей уходит ворчит фиклуша 1 хорошо людям которые прошли все науки справедливо говорят учение свет они тьма пауза входит анна она бледна и прекрасна анна фиклуша подай мне валерьяновых капель я не спала всю ночь пауза явление 7 анна 1 анна я всю ночь думала о валентине как он благороден сын бедного учителя он совершенно безвозмездно помогает своему больному отцу а ведь он мог бы сделать блестящую карьеру явление 9 пауза входит фиклуша она бледна барышня барышня там пришли анна он это он проси скорей явление 10 входит валентин вызвали меня анна зачем анна как он побледнел мы должны объясниться где же обещанная вами счастье явление 12 пауза валентин бледнее я не умею рационально мыслить я не знаю цели в жизни сомнения и неуверенность в собственных силах лишили меня душевного покоя где в чем моё кредо а между тем надо бороться ради светлого будущего со всеми проблемами которые ложатся тяжким бременем на мои надломленные плечи валентин побледнел анна побледнела я люблю его я люблю его больше жизни барон шпуцель анна сергеевна вы забываете что губите этим своего отца анна смотрит на валентина как он побледнел валентин бледнея я не умею рационально мыслить я не знаю цели в жизни сомнения и неуверенность собственных силах лишили меня душевного покоя где в чем моё кредо анна смотрит на валентина любящими глазами валентин бледнее да но эти наши отношения не могут больше продолжаться анна она побледнела вас заел анализ вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму валентин бледнее что такое сердце это понятие анатомическое как условный термин того что называется чувствами я не признаю его валентин сардонический смеется хо-хо-хо анна она побледнела смутилась а любовь неужели и она любовь есть продукт ассоциации идей скажите откровенно валентин вы любили когда-нибудь валентин не будем трогать старых еще не заживших ран анна она побледнела молчите валентин сторону как она побледнела анна мы должны объясниться где же обещанное вами счастье о чем вы задумались мне кажется что вы не счастливы она плачет явление 17 входит сильвестр как он благороден сын бедного учителя он совершенно безвозмездно помогает своему больному отцу входит фиклуша она бледна барышня барышня там опять пришли анна он это он проси скорее валентин берите меня сильвестр они опять вместе ох быть беде такого жениха прогнала красавца камер юнкера вон ляр-лярского прогнала занавес действие второе сцена представляет собой сельскую улицу на право школа на лево больница на ступенях сидят поселяние поселянки они поют во субботу и день ненасный и нельзя в поле ах нельзя в поле работа явление первое входит валентин он бледен вы звали меня анна зачем он не заставляйте мне объяснять причину вы не можете уехать валентин держа анну в объятиях ты воскресила меня ты указала мне цель в жизни ты обновила меня как весенний дождь обновляет пробужденную землю но поздно поздно грудь мою точить неизлечимый недуг валентин плачет анна плачет все плачут фиклуша одна хорошо людям которые прошли все науки справедливо говорят ученье свет они учение тьма явление 11 те же барон шпуцель и становой с понятыми валентин он побледнел берите меня анна я его берите и меня я люблю его я люблю его больше жизни барон шпуцель анна сергеевна вы забываетесь ведь этим вы губите своего отца анна я люблю его больше жизни становой и понятые схватили валентина который тщетно пытается вырваться из цепких рук блюстителей порядка валентин пустите меня анна она побледнела берите меня пустите его валентин нет той силы которая могла бы нас разлучить плачет валентин побледнел он глядит из окна школы видно как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак валентин позвольте мне уехать анна она побледнела вы не можете просто так уехать валентин держа анну в объятиях ты воскресила меня ты указала мне цель в жизни ты обновила меня как весенний дождь обновляет пробужденную землю но поздно поздно грудь мою точит неизлечимый недуг валентин плачет анна плачет все плачут занавес